Детские пособия с 1 января 2018 года в России по указу Владимира Путина претерпят целый ряд важных изменений, которых российская семейная и демографическая политика не видела уже больше десятилетия. Таких изменений не было со времен введения в 2007 году программы материнского капитала за второго ребенка. Об этом твердили российские СМИ в преддверии нового 2018 года. В каком плане действительно изменилось законодательство? Представителям средств массовой информации Артемовского по вопросу о государственных пособиях гражданам, имеющих детей, рассказала заместитель начальника управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Артемовскому району Галина Рукавишникова. Так, по ее словам, федеральным законом от 28 декабря 2017 года семьям, имеющим детей, установлена новая мера социальной поддержки. Это ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и в связи с рождением усыновлением второго ребенка. Право на ежемесячную выплату имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. Право возникает в случае рождения усыновления первого ребенка и в случае рождения усыновления второго ребенка, начиная с 1 января 2018 года. И если средний душевой доход семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного на второй квартал года предшествующего обращению. То есть в 2018 году, разъяснила Галина Рукавишникова, за основу берется прожиточный минимум для трудоспособного населения за второй квартал 2017 года. Полуторакратная величина составляет 15 979 рублей 50 копеек. Размер ежемесячной выплаты составляет величину прожиточного минимума для детей, также установленного на второй квартал года предшествующего года обращения. В 2018 году размер ежемесячной выплаты составит 10 210 рублей. Гражданин имеет право подать заявление в течение полутора лет со дня рождения ребенка. Обращаю внимание, что выплата назначается со дня рождения ребенка, если заявление подано в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях выплата будет назначаться с месяца обращения. С заявлением о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением, усыновлением первого ребенка необходимо обратиться в управление социальной политики. В связи с рождением второго ребенка обращаться нужно уже в управление пенсионного фонда, так как выплата на второго ребенка производится из средств материнского капитала. В случае, если одновременно рождены двое и более детей или усыновлены, с заявлением необходимо обратиться в управление социальной политики в отношении одного ребенка и в отношении второго ребенка в управление пенсионного фонда. Заявления и документы также можно подать через многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг. К заявлению о предоставлении ежемесячной выплаты предоставляются документы. Свидетельство о рождении и усыновании ребенка. Документы, подтверждающие принадлежность заявителя и ребенка гражданству Российской Федерации. Это паспорт гражданина Российской Федерации и свидетельство о рождении. Свидетельство о расторжении брака, если брак между родителями расторгнут. Доход членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу обращению. Справка из военного комиссариата о призыве родителя на военную службу. Документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытой на имя заявителя. Это может быть договор банковского вклада счета, справка кредитной организации о реквизитах счета или другие документы, содержащие сведения о реквизитах счета, подписанные руководителем кредитной организации и заверенные печатью. И заявления лиц, в отношении которых необходимо представление документов о согласии на обработку персональных данных. По всем вопросам, касающимся назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка, Галина Рукавишникова порекомендовала в Управление социальной политики в кабинеты номер 1 или 14, либо по телефону 8 343 63 248 16.